В свои 80 лет жительница горок Ленинских Алевтина Пестрякова бодра и весела. Сейчас она живет одна, мужа похоронила. Дети разъехались, у пенсионерки уже 4 внука и 2 правнука. Энергии больше, чем у 20-летних. Занимается общественной деятельностью, состоит в совете ветеранов, поет в хоре, а в свободное время ухаживает за своим двором. Это не всегда так вот было чисто. Приезжих много, и плевали, и курили. Потом вот стали как-то мы часто собираться, я стала всем говорить, и на субботник выходим, и все около дома стали. Я говорю, ну ведь приятно. Я говорю, пойдите вот в любой дом, нет такого порядка, вот вы проедете по новому шоссе, нет такого порядка ни одного дома. Украшением двора Левтина Георгиевна занимается с 95-го года. Несколько лет назад по программе губернатора Московской области в доме произошел капитальный ремонт, который полностью согласовались с жителями. Управляющая компания заменила в подъезде окна. Эти обновления помогли украсить территорию, за которой неустанно следят всем домом. У нашей героини немало соратников. Люди с радостью подхватывают инициативу, когда-то заложенную пенсионеркой. Это для себя как минимум, для окружающих, для будущего поколения, для младших детей. У меня, например, сестренка здесь. Я думаю, ей будет приятно в чистоте расти. Много внимания уделяется придомовой территории. Недавно жильцы собрали деньги и приобрели газонокосилку. Теперь люди косят траву самостоятельно, а они ждут, пока ей займется дворник. У подъезда даже нашлось место для небольших грядок, где выращивают морковь, свеклу и зелень. Овощами пользуются жители этого подъезда. Такая совместная работа сплотила и подружила соседей. Нравится, приятно находиться, порядок здесь. Ну, дружелюбная обстановка. В этом году Алифтина Пестрякова решила, что о лучшем подъезде в Горках Ленинских должна узнать вся Московская область и приняла участие в премии губернатора «Наше Подмосковье». Женщина надеется победить, чтобы на выигранные средства приобрести новые саженцы для полисадника. Юлия Погосян, Николай Карванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.